антропологической экспедиции, которая была организована на базе, как тогда говорили, первого Московского государственного университета. Институт антропологии, который был в 20-е годы при первом МГУ, и в частности организатор, инициатор этих экспедиций Борис Сергеевич Жуков, который, являясь учеником Дмитрия Николаевича Анучина, продолжал его такой широкий комплексный подход к исследованиям. То есть подразумевалось, что экспедиция именно как комплексная будет исследовать и облик населения современного антропологические, то есть чисто антропологические исследования, там всякие замеры и прочие антропологические типы, будет исследоваться прошлое этого населения, археологические расходки, будет этнографическое в то же время исследование, там костюмы, жилища, фольклор и так далее, и вместе с тем будет проводиться и исследование источниковеческое, то есть это обследование архивов нижегородских, это изучение тех источников, которые могут быть найдены в селах, например, какие-то книги церковные, в общем-то, все-все, что можно будет найти. Поэтому отрядов, конечно, в экспедиции было несколько, и поддерживалась экспедиция Нижегородской ассоциации по изучению производительных сил с Нижегородской губернией. Вот пока ассоциация существовала до 29-го года, и, в принципе, экспедиции с 25-го по 29-й год проводились ежегодно. В 29-м году ассоциация была ликвидирована в связи с образованием уже Нижегородского края. И вот это был последний год. Ну, конечно, я считаю, что, возможно, как раз ликвидация ассоциации была одной из причин прекращения деятельности экспедиции. Ну, здесь еще и Жуков его. Личные обстоятельства тоже. Но в 29-м году он еще очень настойчиво пытался, в общем-то, экспедицию проводить в жизнь. Все находки экспедиции, они передавались для исследования в Институт антропологии, соответственно, Первый МГУ, там они обрабатывались. И уже после исследования многие материалы передавались в Нижегородский губ-музей или в Нижегородский краевой музей. То есть сегодня это коллекция НГИАНС. Но проблема в чем заключается, что коллекция была разрознена. Те материалы, которые экспедиция передавала, они единого комплекса, к сожалению, не составляют. То есть мы имеем отдельно костюм в соответствующем фонде. Имеем какие-то фотографии, которые вообще косвенно только. Мы можем сказать, что это экспедиция. Но при первом рассмотрении, конечно, когда мы начинаем с ними работать, становится понятно, что это как раз Нижегородская комплексная антропологическая экспедиция. Просто тут еще дело в том, что она в течение ряда лет проводилась. Соответственно, охватила многие районы Нижегородской губернии. Началась она с района Заволжья. Два года там работали. Это 1925-1926 года. И очень много материала было собрано в Заволжье. И передано его можно идентифицировать. Именно каких-то карт, планов, зарисовок, фотографий и так далее. Уже вот в 1927-1928 году экспедиция смещается южнее. И как раз 1927 год – это район проживания Мордвы Терюхана обследовали. Ну и в 1928 году тоже. И вот здесь интересы как раз антропологической комплексной экспедиции. Они пересеклись с интересами Центрального музея народоведения. Естественно, тоже Терюхане интересовали. И вот две эти экспедиции работали в данном районе. Соответственно, сёла… Сейчас я прямо перечислю. Сорлей, деревни и сёла. Сорлей, Большой Сискино, Малая Сискино, Борцова, Макрашев, Большой, Терюшева, Мигалиха. И в 1928 году Сиуха, Шониха, Арманиха, Касаниха, Клюеха, Винный Майдан, Лом и Нётина, Креуша, Надеждына, Ольгина. А деревни Макраши, Гариха, Сорлей, Большой, Малая Сискино. Они обследовались два года подряд. То есть их сочли наиболее интересными. В 1928 году они обследовались. И также в 1928 году комплексная антропологическая экспедиция провела конкретно именно антропологические и лингвистические исследования Мордовой Терюхан. То есть не только этнографические, но и лингвистические. Большинство, конечно, собранного материала поступило в Центральный музей народоведения. Сейчас я к этому вернусь. Но, однако, 40 предметов было отдано фонды Нижегородского историко-бытового музея. Это предметов. Здесь необходимо проводить работу, разбираться, какие именно предметы выявлять. Потому что, в принципе, в документации и НГИАМС в старых документах, и особенно в ЦАНО. Это у нас, соответственно, фонд Р-1684, опись первые дела, например, с 71 по 74. Конкретно там такие списки есть, что было передано в музей именно Нижегородской антропологической комплексной экспедиции. Но, в частности, передавал Толстов как сотрудник комплексной антропологической экспедиции. То есть вот с чего, собственно, начинается обследование этого района, может быть, Сирюхан. Это 26-й год, Жуков и сотрудница экспедиции, именно комплексной антропологической, Екатерина Ивановна Горюнова. Но она и также младший научный сотрудник Центрального музея народоведения. То есть вот как бы в тандеме. Так они и работали все два года параллельно и в тандеме. Центральный музей народоведения и первый МГУ. То, в общем-то, ими были произведены раскопки, имею в виду Жукова и Горюнова из Сорлейского могильника. И также в этот же год, то есть 1926 год, Екатерина Ивановна Горюнова, она обследовала село Большое и Малое Сиськино и приобрела коллекцию предметов в 1926 году для Нижегородского историко-бытового музея. Ну вот, в частности, это рубаха, о которой говорила Лада Владимировна Калинина еще на предыдущей конференции и в сборнике среди иллюстраций. По-моему, эта рубаха должна быть. Я вот, конечно, хотела бы показать, но презентации, скорее всего, не пойдет. Я не буду рисковать. Сейчас я пытаюсь только картинки. Если сейчас попробуем картинки какие-то открыть. У меня тут демонстрации экрана нету. Сейчас мы попробуем с рабочего стола. Здесь у нас рубахи нет. Где она? Она высоченная. Это другая. Это вот эта вот рубаха. Ну, это не та рубаха, это не грюновая. Это другая рубаха, это не рубаха грюновая, да. Вот. Ну, собственно, что еще? Сапоги граненые. Да, мы можем попробовать, конечно. Сейчас я попробую, но я не знаю. Может, легче мне показать. А у вас есть эта рубаха? Вот я, конечно, вот эту рубаху, да, с нее вот как раз, с этой рубахи Ольга Ивановна показывала сейчас вышивку на подоле, эту имитацию разрезаться. Если эта рубаха целиком, можно ее, собственно, включить. Так нет, у меня те картинки, которые прислали, я их открою, если она там есть. Нет, там этой рубахи-то нет. Сейчас мы вот это включим. Сейчас мы вот это сделаем. Попробуем, что у нас тут. Нет, не получается, собственно говоря, эту презентацию. Ну, в общем-то, ладно. Был с ним. Значит, это рубаха, граненые сапоги. Грюнов приобретает в 26-м году. Писаная шуба. Шуба. Единственная, да, у нас в коллекции. И там лапти, и что еще? Сусток. И, как она называет это, венчик. То есть это часть венца, та часть, которая вот вышла раковинами каури. То есть это не целый венец, а вот та часть с раковинами. Она в презентации Владимировны тоже там была. У меня не получается показать. То есть вот эти вещи приобретены именно Грюновой для нашего музея в рамках работы комплексной антропологической экспедиции в 1926 году. Ну, там кое-что еще. Причем обнаружена легенда к терюханскому костюму. Вот легенду. Я сейчас попытаюсь показать, потому что она в виде картинок, собственно, пребывает. Сейчас я попытаюсь ее открыть. Ну, у нас, наверное, никаких тут демонстраций, ничего не получится. А, Владимир, может, не будем тратить время? Картинки есть у меня какие-то, я покажу. Какие-то, какие есть, такие и есть, собственно говоря. Ну, в общем-то, вот в этой легенде достаточно подробно описано, что именно она приобрела. И можно это сопоставить, соответственно, с теми вещами, которые у нас имеются в фондах. Вот. Конкретно, то есть вычленить из всего обилия терюханской одежды именно те предметы, которые комплексной антропологической экспедиции приобретены. Но следует сказать, что подавляющее большинство элементов терюханского костюма приобретены именно в годы работы комплексной антропологической экспедиции. Ей же, собственно, и переданы. Там они пишут о том, что 31 пара рукавов вышитых. Ну и вот эти вещи. Причём Гуренова, например, отмечает в этой легенде о терюханском костюме, что застёжка, вот эта вот сульгама, которая наверху сустава находится, она всегда носится незамкнутой частью вверх. И она даже там зарисовку делает, как именно это носилось. То есть достаточно ценные такие источники были обнаружены. Но, конечно, основной класс документов находится всё-таки в ЦАНО. Это переписка, отчёты, сметы экспедиции. То есть здесь у нас только какие-то разрозненные описи на поступление, от кого, когда, их тоже надо выбирать. А там вот отдельное дело, в фонде Р-56, дело 17-38. И вот там 67 листов, собственно, в этом деле, какие-то листы с оборотами. Вот их можно смотреть. Там и, собственно, наручные записи Жукова, Бориса Сергеевича. И, в общем-то, становится примерно понятно, как функционировала экспедиция, как она организовывалась, как она собиралась. Но следует сказать, что, конечно, Борис Сергеевич Жуков, будучи всё-таки нижегородцем, он старался принимать максимально личное участие именно в работе этой нижегородской комплексной экспедиции. Потому что комплексная антропологическая экспедиция по нижегородской губернии – это была только часть масштабного проекта, который, собственно, включал Московскую, Ярославскую, Тверскую, Владимирскую, Орловскую, Брянскую, Рязанскую, Пензенскую губернии, а также территории уже современных Кировской области, Республики Морел, Тарстана и Удмуртии. Ну вот Жуков умел, так сказать, разорваться и лично присутствовать в нескольких регионах в течение одного полевого сезона, но всё-таки к Нижнему Новгороду питал особую любовь, потому что он был ещё и членом нижегородских краеведческих обществ в то же самое время. Ну и в 1927 году по заданию уже Центрального музея народоведения продолжились, значит, раскопки на Сорлейском могильнике, Горюнова их проводила, а вот Борис Сергеевич Жуков и совместно с Толстовым работали на Кужадонском могильнике. Вот, и на этом же могильнике неделю практиковался студент тогда Нижегородского университета Зевакин, который впоследствии издаёт известную книжку в 1936 году «Дело» Кузьма Алексеева, то есть вот эти копии с его предисловием. Вот, и что касается Кужадонского могильника, то вот эти все находки, то есть они к нам в музей, да, они не поступили. У нас есть что? Есть только у нас, пожалуй, фотографии. Вот как раз здесь можно поставить те картинки, которые есть у Евгения Валентиновича, и посмотреть, да, что у нас есть. Вот у нас есть альбом «Нижегородская комплексная антропологическая экспедиция». Вот он, да, как раз этот альбомчик. И здесь отражена, ну, вся деятельность экспедиции, то есть нескольких лет. Он специально был издан, этот альбом. И после того, как, значит, ассоциация по изучению производительных сил свою деятельность прекратила, её одним из, ну, скажем так, правоприемников был организованной в 31-м году осенью Нижегородский научно-исследовательский институт методов краеведной работы. Вот так он назывался. И вот из его библиотеки, если вот дальше мы посмотрим следующую картиночку, да, вот, научно-исследовательский институт методов краеведной работы. Вот в его библиотеке как раз этот замечательный альбом. Ну, в альбоме листов достаточно много, но вот можно следующую картиночку. На одном, да, вот на одной страничке монтировано несколько сразу фотографий. Вот это как раз фотографии из экспедиции к Мордвей Терюханам. И есть лист с описанием, это уже следующий, наверное, у нас будет, да, картиночка, вот. Терюханки в современных костюмах, резные украшения Терюханской избытии, Терюханского двора и внутренности Терюханского двора. Дальше идут там уже черемисы. И вот можно посмотреть. Да, к чему-то фотографии пошли, вот так же их нумеровал, но пошли они не в том порядке. Но это тоже имеет отношение, это раскопки как раз к Ужадонскому могильнику, и там последняя фотография, это Коринский, тоже Мордовский могильник, раскопанный в рамках той же экспедиции. Да, вот мы можем видеть, вот как раз описание. Вот Кужадонский, 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 вот последняя фотография Коринский. Сейчас фотографии будут отдельно идти, мы можем поближе посмотреть их. То есть вот эти фотографии, они не публиковались еще нами, и альбом этот, научный оборот, не вводился. Вот это называется, задерживаемся на этой фотографии, Терюханки в современных костюмах. То есть это 1927-1928 года. Мы видим, в чем они одеты. Современных имеется в виду, в современных моменту проведения исследования. Вот они сидят, шушпаны, все здесь видно. И, кстати, вот Грюнова приобрела еще несколько, ну вот они тоже там в презентации Владимировны были, из картинки, вернее, несколько поясок ушак. Один вяженный, другой там на дощечках с помпонами. Вот они у нас тоже есть. Она их в 1926 году приобрела. И вот здесь мы видим тоже, да, что-то такое подобное. Вот можно видеть, как одевались. Причем, что касается, она подробно описывает легенде о Терюханском костюме, про шушпан рассказывает, про венец, она его называет венчик, напомню, как его носили, что и девушки, и женщины, но замужние женщины, еще к нему, то есть вот эту вот часть, да, которая свободна, они все-таки ее прикрывали некой такой головкой и шерстяной ткани, такой конусовидной, как она пишет. Вот. Ну и то, что в шушпанах ходит. Интересно, еще про писаную шубу у нее было. Она говорит, что все писаные шубы, ну там известно, у кого она приобрела, да, что носила еще мать этой женщины, которая умерла в 21-м году, и писаные шубы делал портной. Вот. Из деревни Касаник, если я не ошибаюсь. Вот. Можно следующий, да, то есть это вот большое сиськино. Резные украшения терюханской избы, обратим внимание, да, тоже большое сиськино. Вот такая замечательная терюханская изба. Ну, кстати, и Маркелов с Толстовым отмечают, что постройки мордовой терюхан, тип двора, тип избы, сельскохозяйственные орудия, они, собственно, не отличаются ничем от окружающего русского населения. То есть здесь они полностью вот переняли и, в общем-то, особых каких-то отличий, таких разительных, они не выявили. Но вот можно дальше как раз посмотреть. Там двор будет, следующие картинки. Ну, это попроще вот уже. Дальше вот тоже. Это все, скорее всего, все-таки большое с кино. И дальше там картинки. Вот. То есть они построек снимали много, поскольку это вот уже раскопки. Жадон. Вот. Здесь надо смотреть, кто есть кто. То есть вот можно посмотреть, сравнить, какие тут погреби. хотя бы на этих скудных достаточно источниках, но тем не менее, потому что мы особо другого-то не имеем ничего. В общем-то, это тоже все еще. Жадон Коринский, наверное, я не стала сюда скидывать. вот, видно, вот, да, в общем-то. Сильган. Умание, что здесь на фотографии одно из редких изображений остатков головного убора. Да, 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 совершенно верно. Вот. То есть, конечно, легенду о Тюреханском костюме Грюновой надо вводить на очный оборот, надо ее публиковать, потому что, да, о чем-то Беретер писала. Безусловно, да, что-то мы, но для сравнения, да, для каких-то дополнительных вот исследований, как мне кажется, это достаточно тоже ценная вещь, применительная, соответственно, к нашим фондам, потому что ее слова, да, могут быть проиллюстрированы конкретными предметами. В частности, вот этот, как Званцев писал Михаил Петрович статье Мордовской коллекции музея Нижегородского в 36-м году, неопознанный, непонятный головной убор вот из этих раковин Каури, вполне у Береновой все понятно, что это остаток от венца, это его часть, в общем-то, без монет, да, без восторг, все это часть венца, то есть его можно идентифицировать и, собственно, в таком качестве дальше рассматривать. Ну вот можно дальше, да, картиночки. Здесь вот это интересно, но вот это вот уже для сравнения Коринский. Коринский, он по-южнее, да, Евгений Валентинович, Мордовский могильник. Шатковский район, но по материальной культуре он очень близок к нашим Сорлейским тоже данным. Ну вот, то есть вот был тоже экспедиция, этот Коринский могильник раскопан. Более подробный отчет он в ЦОНО содержится, но там тоже там по каждому отряду достаточно, то есть, но все-таки более подробно, чем моим сообщением, можно дальше идти. Да, это обороты наших фотографий, то есть здесь написано где большой скино, но их можно пролистывать, мы, собственно, сейчас, вот, это известные, введенные в оборот уже фотографии, костюмы, да, просто я хочу акцентировать внимание, что сделаны, они были как раз антропологической комплексной экспедиции 27-28 годов, можно дальше тоже. это вот пропускаем тоже, вот, да, вот, я имею в виду, сейчас мы вернемся к этой даме прекрасной, вот эта часть, то есть, вот, то, что Горюнова приобретает, вот эта часть раковинами кавает, другого ничего нет, но экспедиции вообще приобрела три венца, по-моему, но если что, Ольга Валерьевна меня поправит, но не для нашего музея, то есть, они их отправят в другие места, в пол, полный, я имею в виду, вот, полностью главный борт, можно дальше, это тоже, вот, да, вот она, вот эта часть, сейчас минуточку опять вернемся, вот, здесь вот лучше видно, просто хотел показать сам предмет, но не прогружается в презентацию, вот, то есть, вот такая у нас есть часть, да, даже две, вот Владимир Владимирович говорит, а вот это вот, я не знаю, это та головка, которую замужние женщины носили, шерстяная, или там еще что-то было более закрыто, это надо с этим тоже поработать, поисследовать, вот, дальше можно постройки, в основном большое сиськино, то есть, можно увидеть, как выглядело, собственно, большое сиськино сто лет назад практически, да, скоро уже у нас тоже и 27-й, и 28-й год, можно дальше их прямо вот, тоже, вот, пожалуйста, какой замечательный дом, вот, каменный, и здесь опять же, вот, в чем одеты, если приближать, смотреть, можно все увидеть, все это, написано, что это большое сиськино, по крайней мере, там вот оборот дальше будет, можно его перевернуть, да, вот написано, что Тереха небольшой здесь кинул, дальше, вот такие улицы, ну, прямо можно пролистать, вот, то есть, здесь все очень подробно, они задокументировали, и пока пролистывается все, я скажу, что комплекс на антропологические экспедиции, вообще, в принципе, в 27-28 году было сделано до 100 фотографий, порядка 50 чертежей и планов, порядка 20 зарисовок жилищ, и, как сказано в отчете, большое количество зарисовок по костюму, сельскохозяйственным орудием и промыслом, ну, возникает вопрос, стоит ли искать их все-таки в наших фондах, к тому, что вот заволжская экспедиция обнаружена была, то есть, считалось, что это, что-то там отдельное лежало, совершенно, да, немножко по-другому атрибутировано, вот, оказалось, что это вот эти материалы, о которых, кстати, Жуков говорил на докладах конференции, проводившихся ежегодно с 25-го по, собственно, 29-й год организованных ассоциаций по изучению производительных сил, то есть, первый доклад, в декабре 25-го года, на второй как раз вот этой конференции губернской ассоциации по изучению производительных сил, он был посвящен заволжью, и он говорит, что там и выставка была, то есть, тесное сотрудничество было все-таки с Краеведческим музеем, и сотрудники участвовали в экспедиции, и предметы передавались в музей, и даже были организованы ежегодные выставки без новых поступлений, то есть, они поработали, предметы сдали, конференции организовали выставку в музей, чтобы это было наглядно, было большое мероприятие, и в то же время к докладу Жуков и та же самая, там, и Гуреновый, и Толстов, ну, в зависимости от года, они монтировали вот большие такие планшеты с фотографиями, картами, планами, то есть вопрос, где это, либо это все в институте антропологии при первом году где-то осела большая часть, либо что-то можно еще найти у нас, то есть, такая работа ведется по выявлению предметов, как раз, веренных в фонды комплексной антропологической экспедиции. Что еще я хотела добавить, что сотрудники еще исследовав фольклор, все-таки выделили в нем не только вот омардовский пласт, но и в то же время русскую песню, сюжеты которой широко распространены, были, по крайней мере, тогда в Вологодской и Оланецкой губернии. Ну, об этом тоже и у, скажем, Толстого с Маркеловым частично тоже говорится, то есть, что здесь очень много наполостований, ну и, конечно, совместно вот эта публикация Маркелова и Толстого к истории Терюханской народной культуры, которая в журнале этнографии была сделана в 28-м году, она и называлась предварительной сообщением, это было предварительное сообщение, собственно, к большому монографическому труду, который, к сожалению, не состоялся, но еще по причине того, что все материалы, вот эти, они должны были войти в первый том трудов комплексной антропологической экспедиции, который, в принципе, был сдан в набор уже типографию, но когда в 29-м году Ассоциация по изучению производительных сетей уликвидирована была, и у Жукова тоже определенные проблемы начались, вот этот набор, он лежал, и там письма институту вот этому краеведной работы, который очень, он организовался, он очень плохо финансировался, он не мог просто это вот, вы оплатите хотя бы то, что мы сделали набор, печатать, никто на себя такой труд не взял, и они просто взяли рассыпали, потому что им это нужно было для того, чтобы дальше печатать какие-то другие издания, это, конечно, весьма такой трагический, я бы сказала, даже факт, что уже набранный вот этот первый том со всеми этими исследованиями, его просто разобрали для того, чтобы осуществлять в дальнейшем уже печать, и я не знаю, что-то там от него, наверное, ну, ничего, в общем-то, не осталось, только вот те доклады, те сообщения, которые мы можем обнаружить в рамках как раз вот этих конференций организованных ассоциаций по изучению производительных сил, это тот же Жуков, ну, человек Петлужского края вышел, это Толстов, то есть вот то, что мы можем там, и там, кстати, вот тоже нацмены ЦПО, тоже в рамках этой конференции, вот, в принципе, вкратце, скажем так, быстренько, оперативно. Давайте, если у кого-то есть один вопрос, то... Да, Виктор, давайте один вопрос. Вот мы упомянули о лингвистическом материале, собранном в ходе той экспедиции, с ним как-то можно познакомиться? Хотелось бы, конечно, с ним познакомиться всем, но я так думаю, что нас должны, ну, как бы все следы вести в МГУ. Сейчас там как-то кого-то вот этого института нет, как же там называется, там есть Музей антропологии и НИИ, как уж там правильно, ну, в общем, вот... Музей антропологии там, да, да, да. Да, да, да. Вот. И, в общем-то, вот туда. Если что-то есть, то оно все должно, они сдавали туда, оно должно храниться... Кстати, все коллекции костные с этой экспедиции, они лежат в этом же Музее антропологии, где я был когда-то, ну, зимой, в общем, я там был. Там все костные материалы лежат в этом Музее антропологии МГУ. И, может быть, конечно, где-то в архивах там и... Вот. Да, да. Отчеты и, в том числе, вот, линвизию. Потому что принимали участие кто? Где еще это может быть? Пиешевский, это Нижегородский государственный университет, то есть там, может быть, что-то в архивах лежит, потому что над ним... А так от МГУ. Там Аванесов, ну, известный, да, исследователь, вот он принимал участие. Ну, я вот, я не знаю, я у него, по крайней мере, не встречала никаких таких следов. То есть вот эти все вещи, мы просто выявляем, что они есть, они были сделаны, и их надо искать. То есть это как бы первое такое предварительное сообщение, это первое даже не ступенька, а мы как бы подступились вот к этому всему. И дальше, ну, вот, архив пока, пока следуется архив и то, что у нас есть, наши документы в музее, я имею в виду, и ЦАНО пока. Потому что в ЦАНО совершенно в необычных местах можно что-то найти, например, записываться у Зевакина о том, как он к Ужадонске могильник. Ну, мы уже выбиваемся из ритма немножко. Да, У меня такой вопрос. Ну, и с ЦАНО-то мы дождемся какие-то материалы в ближайшее время? Дождемся, я думаю, что дождемся. И может, будет их, я думаю, что там проблем не должно возникать с авторским каким-то, мы сможем их, наверное, опубликовать. Это будем договариваться напрямую с ЦАНО, чтобы нас не было потом. Так, и второй вопрос. А что насчет фонда князей грузинских в областной библиотеке? Насколько он перспективен? Ну, князей грузинских. Ну, вообще. Фонд 6, фонд 6, О51. Вообще, учитывая, что в плану, вот, например, по периоду как раз начала самого 19 века, вот те года, которые, скажем, интересуются в связи с тем же делом Кузьма Алексеева, нет ничего, то возможно, что есть перспектива исследовать фонд князей грузинских. Может быть, там что-то есть. Ну, и, конечно, в неожиданных местах можно найти материалы от духовной консистории, потому что, скажем, тот же самый Таласиев,